Всем привет, девчонки! Сегодня у нас первые пустые весенние баночки. И начну я, пожалуй, вот с такого сухого шампуня от бренда Le Stafford. Мне он безумно понравился. Мне кажется, он даже переплюнул сухой шампунь от Batiste. Этот классно пахнет. Он пахнет парфюмом очень нежно, ненавязчиво. Он вообще не оставляет никакого белесого налета. И в то же время он хорошо работает. Он приподнимает волосы у корней, придает им объем. Именно для объема я и использую сухие шампуни. Отличная вещь. Покупала в магазине Rivgosh. И, к сожалению, там был только вот такой небольшой объем, 50 мл. Я думаю, что обязательно повторю. Подошел к концу у меня вот такой увлажняющий гейт для душа от Johnson. Он кремовый, он очень мягкий. И обычно такие гели я использую зимой, когда кожа нуждается в дополнительном увлажнении. Неплохой, хорошо он работал. Действительно очищал, смягчал кожу. Только могу его посоветовать. Пена для ванны у меня была от Faberlic. Французский десерт. Не скажу, что я бы ее рекомендовала. И сама повторять не буду. Во-первых, у нее очень большой расход. Для того, чтобы получить пушистую охапку воздушной пены, нужно было вылить чуть ли не полбутылька. Аромат из упаковки приятный. Но в ванной комнате он никак не раскрывается. Поэтому не советую. Сама больше не возьму. Мне все-таки больше подходят пены для ванны от бренда Avon. Дионика, нежность, шелка. Это вот такой антиперспирант. Как-то показывала его вам в отдельном видео. Хорошо защищает. Действительно не оставляет белых следов. Я осталась им довольна. У меня большая упаковка закончилась. Может быть как-нибудь повторю. Но сейчас, если честно, хочется пробовать что-то новое. Столько всего на рынке появляется. Но в целом могу рекомендовать. Nivea гель уход для душа, увлажнение и забота с ценным маслом миндаля. Тоже отличный гель. Беру уже не впервые. И это как раз-таки хорошая штука на холодное время года. Тоже очищает кожу, абсолютно не сушит. Кожа мягкая, увлажненная. Я бы даже сказала напитанная. И после таких гелей не всегда хочется пользоваться молочком или каким-то кремом. Аравия тоник интенсивное увлажнение. Был у меня этот тоник в ходу длительное время. Во-первых, у него большой объем. У него вот такой вот распылитель. Сейчас вам покажу. Пользовалась обычно я по вечерам. Из этой же серии у меня еще остался крем для лица. Но он очень такой, знаете, питательный, густой. Сам тоник хорошо подготавливал кожу. Увлажнял ее, напитывал. И у меня к нему абсолютно нет никаких претензий. Единственное, что это профессиональная косметика. Она довольно-таки дорогая. Может быть, стоит посмотреть что-то и подешевле. От чистой линии закончился у меня бальзам-ополаскиватель. Укрепляющий. И знаете, я в который раз убеждаюсь, что для волос мне чистая линия в принципе-то очень не нравится. Мне нравятся их шампуни, нравятся их бальзамы. Волосы потом мягкие, рассыпчатые. Буду обязательно повторять все. Но сейчас у меня для волос много всего. И шампуни, и бальзамы. Пока нужно использовать то, что есть. Еще одна бюджетная находка. Это минеральный гель для умывания от Новосвит. Я использовала его обычно по утрам, потому что он очень такой бережный, деликатный. Но для утреннего использования подойдет как нельзя кстати. Освежает кожу, убирает кожное сало, очищает. Но вот как мне кажется, с косметикой все-таки этот гель не справляется. А вот на утро, да, можно присмотреться. Стоит он сущие копейки и работает в качестве утренней умывалки вполне неплохо. Следующее, что хочу показать, это тоже гель для душа от бренда Faberlic Vitamania. У меня он был с авокадо и киви. Меня не впечатлил аромат. Сам по себе гель вполне обычный. Ну, ничего сверхъестественного. Попользовалась и ладно. Повторить у меня желание абсолютно не возникло. Но, что бы я хотела повторить действительно, это вот такой гель для интимной гигиены от бренда натуральной косметики Green Ideal. Вот этот гель шикарный. Он прекрасно справляется со своими задачами. Он не вызывает никакого раздражения. Оставляет чувство свежести, комфорта на целый день. Отличное средство. Плюс оно было достаточно густое. Хватило мне надолго. Есть удобная помпа-дозатор. Это прям вот восторг. Обязательно хочу повторить. Еще от этого же бренда мы использовали мыло вот такое кусковое. Как-то я тоже делала обзор на эту марку. И это у нас черное мыло. Это мыло ручной работы. Тоже изумительное. Прекрасно очищает. Не сушит кожу рук. Вкусно пахнет. И посмотрите, в какой красивой упаковке это мыло находилось. Я осталась довольна. Подошел к концу у меня крем для тела. Это даже концентрат. Фарма-боди-контур. Это у нас грин-фарма. Я использовала обычно по вечерам. После тренажерного зала. Потому что этот гель, он подтягивает кожу. Он приводит ее в тонус. И как заявляет производитель, борется именно с такими проблемными участками тела. Борется с проявлением целлюлита. Мне понравился. Он впитывается быстро. Очень легкий. И после него был такой хороший охлаждающий эффект. И действительно, мне кажется, кожа стала выглядеть лучше. Во всяком случае, я бы хотела еще раз повторить такой продукт. И пользовалась им я с большим удовольствием. Питательный крем для рук от Organic Kitchen. Вот эти маленькие знаменитые баночки. Стоит этот крем очень и очень недорого. Я бы не назвала его прям таким уж ультрапитательным. Скорее, это хороший увлажняющий крем с приятным химозным ароматом банана. Но, тем не менее, купить его можно. И действительно, он увлажняет кожу. Он питает кутикулу вполне неплохо. Может быть, как-нибудь я и повторю. Но сейчас у меня пока другой уход. Который мне, кстати, тоже нравится. То, что я вам не советую, это вот такая жидкость для снятия лака от бренда Lovell. Я ее покупала в магазине Fixed Price за 55, кажется, рублей. Да, здесь большой объем, 250 миллилитров. Низкая цена. Но, девчонки, вот это средство плохо справляется с лаком. И, к тому же, мне кажется, что именно это средство, оно как-то разрушает ногтевую пластину. Действует отрицательно. И ногти потом становятся какими-то ломкими, хрупкими. Я повторять не буду. Вам тоже не советую. Лучше взять уже что-то подороже. Но быть спокойной за свои ногти. Из серии Французский десерт я также использовала гель для душа от Faberlic. Да, пахнет эта серия вкусно. Но, вот знаете, абсолютно не зацепила. Как-то я этот гель добила и даже обрадовалась, что он у меня закончился. Потому что сладкий у него аромат. Ну, знаете, как-то вот мимо меня. Не моя отдушка, наверное. Следующее, что покажу, это филлер от золотого шелка для волос. Вот такой вот малыш. Использовала я на кончике после мытья. Кончики, в принципе, были мягкие. Они хорошо укладывались. У меня волосы не проблемные. Поэтому я не знаю, как себя покажет этот филлер на поврежденных, на сухих волосах. Но, в принципе, я волосы окрашиваю. Окрашиваю каждый месяц. И они не стали какими-то прям жесткими на ощупь. Я думаю, что заслуга этого филлера тоже есть. Может быть, как-нибудь я повторю. В принципе, у меня положительные впечатления только остались. Очень мне понравилась вот эта зубная паста от бренда Arnebia. Это зубная паста с кедром и алоэ. Она мягкая, она слабо пенится. Но она так здорово очищает зубы, она освежает дыхание, ухаживает за деснами. Она делает вот абсолютно все. Если у вас проблемные десна, то обязательно к ней присмотритесь. Arnebia есть в аптеках и в различных интернет-магазинах. Точно знаю, что она есть на 4Fresh. И не забывайте, что на 4Fresh у меня есть специальный промокод, который дает хорошую скидку. Там можно будет посмотреть. Я постараюсь вам ссылку оставить. Но паста действительно замечательная. Именно для проблемников. Паста отбеливающая. Также у меня была эта Blendamed 3D White Luxe. Но я ее показываю, наверное, уже в каждых пустых баночках. Часто беру. Мне нравится то, как она очищает. Из декоративки у меня подошел к концу CC-крем от бренда Lumine. На самом деле это грусть-печаль. Потому что я обожаю этот CC-крем. Это у меня уже, по-моему, третий пузырек. Я думаю, буду повторять. Оттенок Light всегда беру. Он самый светлый. Этот CC-крем не матирует кожу. Он придает ей естественное красивое сияние. Эффект молодой кожи. Как это называется. Он держится в течение всего дня. Не плывет. Не проваливается в поры. У него средняя степень покрытия. В общем, все в нем замечательно. Единственное, сейчас этот CC-крем подорожал в последнее время. Но я буду его обязательно покупать. Нужно будет заглянуть как-нибудь в RevGosh. И взять. Потому что он прям классный. Несколько тканевых масок я использовала. Мне вот сейчас попалась вот такая маска от CNP. Это корейский бренд. Она была вот с такой вот прикольной мордочкой. Неплохая маска. Действительно увлажняла. Подтягивала кожу. И мне нравится то, что ее не нужно смывать. То есть та эссенция, которая остается после тканевой маски. Мы ее просто вот так пальчиками вбиваем в кожу. И все. Еще понравилась мне вот такая маска. Это Foodaholic. Это тоже корейская. Она с коллагеном. Тоже приятная. Я ее не смывала. И вот такая вот маска у меня была с жемчугом. И с экстрактом улиточной слизи. По-моему, мне ее кто-то привозил. То ли из Вьетнама. Поэтому не знаю, где ее купить. Но если увидите, может в каких-то интернет-магазинах, то она классная. Использовала также я альгинатную маску от GS. У них потрясающие альгинатки. Это была с черникой, с миоксинолом и витамином С. Одного такого пакетика мне хватило на одну процедуру. И эффект был потрясающий. Кожа была ровной, подтянутой. Вот как после салона. Я не побоюсь этого слова. Девчонки, реально. Это реально работающая маска. Я очень довольна. У меня еще, по-моему, несколько пакетиков осталось. Но думаю, что их скоро тоже я доиспользую. И еще одну альгинатку я делала. Это уже осветляющая с экстрактом шелковицы. Тоже безумно понравилось. Действительно, лицо было таким однородным. И осветляющий эффект он присутствовал. Патчи для глаз. Куда же без них. У меня в этом месяце закончилось как-то огромное количество патчей. Во-первых, я попробовала вот такие патчи от 111 Skin. Это тоже корейский бренд. Попадался он мне в коробочке от Cineapple. Было отдельное видео. Посмотрите, кому интересно. Соответственно, шикарные патчи. Вот просто потрясающие. Они так хорошо. Но здесь у меня, к сожалению, не осталось вам показать. Они хорошо убирают действительно отеки. Они подтягивают кожу. И эффект был очень-очень крутой. Еще использовала вот такие патчи от Evelyn с коэнзимом Q10. Тоже, знаете, неплохие, они более бюджетные. Но тоже кожу и увлажняли, и питали. Осветляющий эффект был. Поэтому рекомендую. Ну и, конечно же, закончились у меня вот такие вот патчи в баночке от Petitfi. Это у меня патчи с коллагеном, с коэнзимом Q10, гидрогелевые. В упаковке их было 60 штук. Я обычно такие патчи заказываю на iHerb. Там они дешевле. Делаю я несколько раз в неделю. И мне нравится вот этот эффект увлажненной кожи. Кожа, которая в тонусе, осветленной. И, конечно, такие патчи, они прекрасно удаляют утреннюю отечность. Конечно же, я обязательно их повторю. А маска, которая мне очень-очень понравилась, это Institut Estellari. Это вот такая маска тканевая с золотой фольгой. Необычная. Я впервые пробовала именно такую маску. И, знаете, эффект очень-очень-очень классный. Обязательно повторю. Я думаю, куплю себе сразу несколько упаковок. Потому что и увлажняет, и освежает кожу. И кожа потом такая вот светится изнутри. И она реально выглядит более здоровой. Поэтому вот эту маску я вам прям смело-смело рекомендую. Что еще подошло к концу? Ну, во-первых, вот такой вот малыш. Это, знаете, масло для кончиков волос с витамином Е. Это, по-моему, индийский производитель. Это масло было с силиконами. За счет силиконов оно, конечно же, хорошо обволакивало волосы. А волосы были блестящие, мягкие. Единственное, что меня немного смутило, это очень яркий, насыщенный аромат. И этот аромат остается на волосах. Остается он очень долго. Вот если бы не этот, скажем так, недостаток, то я бы повторила. А так посмотрю себе что-нибудь другое. Закончилась у меня тушь для ресниц. Ну, как закончилась, она уже, конечно же, подзасохла. Это Vivienne Sabo Cabaret Premier. Шикарная тушь. Во-первых, посмотрите на ее щеточку. Она небольшого размера, но она отлично прокрашивает реснички. Причем прокрашивает даже самые маленькие-маленькие реснички. Поднимает их у корней, дает изгиб, дает длину, дает удлинение. Что мне не понравилось, так это то, что уже через два месяца эта тушь засохла. Она стала плохо распределяться, стала осыпаться. Но за ее невысокую стоимость, я думаю, прощу ей этот грех и куплю себе обязательно. Матирующие салфетки для лица от Setua. Пользуюсь где-то один раз в день такими салфеточками. Промакиваю кожу, чтобы убрать вот это излишнее сияние, да, излишнее кожное сало. Именно такие матирующие салфетки я всегда беру, потому что для меня они и по цене приемлемые, и по своему действию тоже очень нравятся. Девчонки, вы не поверите, но у меня закончился такой корректор. Вернее, это тени от Essence. Тут уже все прям стерлось. Это тени в оттенке 05. My Favorite Tauping, но я использовала их для коррекции овала лица. В качестве такого скульптора брала я их по отзывам популярного блогера Kovka The Cat. Я думаю, что многие так сделали, потому что она очень хвалила. И да, действительно классная штука. И оттенок такой вот прям правильный. И хорошо все это наносится, естественно, смотрится на лице. Обязательно куплю себе еще. Пользовалась я, кстати, долго. Наверное, не знаю, года два точно у меня те тени были в ходу. Несколько вам ароматов покажу. Использовала вот такой аромат от Zara White. Здесь у нас 12 мл. Очень приятный аромат. Он мне напомнил аромат Miracle от Lancome. Вот прям один в один похожий. Ну, я думаю, что многие знают эти ароматы у Zara. В принципе, они достаточно хорошие. И также от Antonio Banderas. Это мужской аромат. Называется он Blue. Тоже подошел к концу. Мне очень нравится этот аромат. И... Ну, он классный, действительно. Так, следующее, что хочу показать в этой части видео. Это биокрем для лица омолаживающий. Это с сайта Fratishop. Я этот крем использовала долго, потому что использовала я его только на шею. Иногда на область декольте. А для лица у меня другой уход. И я бы могла посоветовать этот крем тем, у кого кожа, в принципе, не проблемная. Кому требуется только увлажнение, требуется защита. Тогда, да, можно купить. Он стоит прям совсем-совсем дешево. И, в принципе, кожу увлажняет-то он неплохо. Но если у вас кожа уже зрелая или имеет какие-то кожные проблемы, то, к сожалению, этот крем не справится. Соль для ванны с эвкалиптом. Очень она мне нравится. Сейчас эта соль появилась в магазине FixPrice. И именно там ее я и покупаю. Беру с эвкалиптом, беру с лавандой. Они классные. И также вот такие вот влажные салфетки подошли к концу. Это солнце и луна. Знаете, такие я покупать не буду. Они... У них такая интересная ткань, что после того, как протрешь руки, остаются ворсинки. И меня это бесит. Поэтому именно вот такие салфетки больше не возьму. Я думаю, что для первой части это достаточно. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить вторую часть пустых баночек за март месяц. Буду рада видеть вас в числе своих подписчиков. И, конечно же, благодарю вас за внимание. Пишите в комментариях, что закончилось у вас. Делитесь мнением. Может быть, вы что-то пробовали из этих продуктов и не согласны со мной или наоборот согласны. Я буду рада пообщаться. И большое спасибо всем. Пока-пока. Пока. 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 Пока.